...занимает место на сцене. Итак, 5 участников этого экспертного заседания. Меня зовут Мартинон. Я представляю французскую дипломатию, занимаюсь цифровыми вопросами. Мое обязательство, конечно, в рамках протокольных заседаний выступать по-французски. Именно так я и поступлю, по большей части. В противном случае, наверное, вы меня видите здесь в последний раз. Некоторые из наших экспертов госпожи Гибри не будет, к сожалению, потому что она была вынуждена уехать. У нас госпожа Азули будет присутствовать на сегодняшней сессии. Госпожа Лотара – министр цифровой экономики и развития цифровой экономики Буркина-Фасо. На тему Стефан Ришар – генеральный директор «Оранж». Также Изабель Фальк-Пирот, которая является писателем национальной комиссии по вопросам свободы и информатики. А также Юнар Марби – это президент и генеральный директор Международной корпорации по присвоению интернет-ДНС-адресов и IP-номеров. Вы знаете, что сегодня утром наши веб-сайты подверглись цифровой атаке, ДОС-атаке. Так что, помимо всех тех расстройств, которые это нам принесло, мы одновременно осознаем ту глубочайшую роль, которую играет наш форум. Мы – настоящий стратегический нервный центр. И для нас это, что называется, признание нашей значимости. Очевидно, вы в курсе, что форум по управлению интернетом с самого начала своего создания в 2005 году на протяжении многих лет был местом, органом, которое умело правильно выявить возникающие проблемы для цифрового мира и в результате своего мандата, она должна готовить рекомендации именно на это. И сосредоточимся мы в рамках своей первой сессии с участием и представителей государственных органов власти, и представителей частного сектора, и регулирующих органов. Я знаю, что госпожа генеральный директор должна будет обеспечить прием президенту Колумбии, поэтому именно вам я хочу передать слово в первую очередь, чтобы вы поделились своими соображениями по стоящим перед нами вопросам. Спасибо вам огромное. Всех уважаемые коллеги, тепло, приветствую, прошу прощения сразу же, что буду вынуждена покинуть это высокое собрание. Но я не могла никак монкировать нашим сегодняшним обсуждением для нас, для ЮНЕСКО. Мы уже определили основные проблемы и вызовы, с которыми мы столкнемся в цифровую эпоху. Я немножко уже об этом говорила в своем поступительном слове. Позвольте мне поговорить об этом немножко более подробно. Наша задача никого не остраивать в стороне, чтобы никто не оказался на обочине. Это общий подход организации объединенных наций, инклюзивность, и всемирная природа, и всемирный мандат ЮНЕСКО как раз и обеспечивает эту возможность перебросить мосты над этой пропастью. У нас есть часть населения этой планеты, которая имеет абсолютный доступ к интернету, и половина, которая вообще не имеет никакого. И разрыв между развивающимися и развивающимися странами является просто глубочайшим. И, по сути дела, ситуация только усугубляется в результате этого разрыва. Так что нужно обеспечивать равный доступ по всему миру. В Африке менее 22% населения имеет доступ к интернету по сравнению с 80% в Европе. Даже 90% в Европе. А это, соответственно, обеспечивает неравный доступ к источникам знаний. И в обществе знаний это недопустимо. Теперь гендерный разрыв, он тоже очень значительный и лишь усугубляется. Именно по этому вопросу мы работаем по направлению обеспечения равного образования. Универсальный характер интерната также требует от нас обеспечения доступа к нему наиболее удаленных регионов и наиболее уязвимых представителей нашего общества. Самое главное, самое важное как раз в нашей работе это вопрос образования. Образование и понимание цифровых инструментов, то есть такая инициация в цифровом мире, это должно быть частью нашей образовательной программы. А также подготовки педагогов. Нужно использовать цифровые технологии для преподавания в качестве металлогических разработок. Затем мы готовим умение, готовим людей к критическому отношению к миру, к умению критически мыслить. Это тоже для нас очень важно. И обеспечение равенства между мужчинами и женщинами в мире науки. Науки, которая основана на этих цифровых технологиях. Потому что вы знаете, что среди исследователей, особенно в области цифровой среды, женщин гораздо меньше, чем мужчин. И здесь без наших усилий проблемы не решить. Теперь, с точки зрения обеспечения культуры, сохранения культуры, культурного разнообразия. Мы живем в мире, который характеризуется уникальным разнообразием культур. Но достаточно взглянуть на публикации в области, например, гуманитарных исследований, исследований цифровой среды. Они в основном публикуются по-английски. А это затем оказывает свое влияние и на рейтинг университетов, и на распространение тех или иных идей, мыслей, и влияние на культурную среду. Теперь еще очень важный момент. Это оплата труда представителей творческой индустрии. Это как раз вопрос Конвенции 2005 года по обеспечению разнообразия культурного самовыражения. Мы ее в процессе реализации адаптируем к цифровой среде. И мы должны сохранять это культурное разнообразие, адаптироваться к новым цифровым вызовам и подгонять эту оплату труда наших творческих работников к запросам потребностей современного мира, учитывая и распространение работ этих творческих элементов и выживание самих творцов. Очень важный вопрос. Вопрос ценностей и этики. Это вопрос того, какой мир мы хотим построить в будущем. И в данном случае думать об этом нужно в рамках тех норм, которые мы строим, в рамках нашей цивилизации. Мы не живем в безвоздушном пространстве. И с 1945 года эти принципы и ценности довольно четко определены. Именно по этой причине мы разрабатываем этические вопросы и принципы, имеющие действительно всеобъемлющий характер, общий мировой. Да, есть различные философии, различные подходы в различных уголках мира. Но есть и глобальные вызовы. И воспринимать этику как меню по выбору тоже нельзя. Должна быть какая-то общая платформа. И мы, я надеюсь, сможем сформировать эти руководящие принципы, которые послужат путеводной звездой самой совести человечества, совести человечества в области этой среды. Вот, кстати говоря, господин Арари, такой израильский философ, опубликовал целый ряд очень интересных книг. Он говорил о том, что в современном мире рождается новая гуманистическая повестка дня. И наша роль помочь найти смычку, точку встречи между этой новой этикой, этой новой культурой и миром цифровым, чтобы он не стал тормозом для нашего развития, чтобы он оставался человечным, инклюзивным, чтобы мир наш не оказался выхолощенной и пустышкой, чтобы это был более равный мир. И здесь важно еще процитировать одну интересную идею. Фундаментальные науки, цифровые науки, это, конечно, все очень важно, но науки на этом не оканчиваются. Есть и история, есть и социальные науки, есть и философия. И вот у нас будет проводиться ночь философии на следующей неделе, на которую я вас приглашаю, и это для нас очень важный элемент нашей работы. Большое спасибо. Мы знаем, как жестко строится ваш график, как требовательна ваша протокольная служба, мы прощаемся с вами. Теперь я хочу передать слово министру развития цифровой экономики Буркина-Фасо. Я знаю, что вы очень долго были одной застрельщиц, которые стимулировали развитие экономических решений с открытым цифровым кодом. Спасибо большое, уважаемый господин посол. Для нас огромная честь и удовольствие быть сегодня в этом зале. Очень важная у нас сегодня дискуссия с вами проходит о вызовах, связанных с интернетом, с вопросами управления интернетом. Мы ищем решения тех проблем, которые стали перед нами сегодня. Позвольте мне, прежде всего, искренне поблагодарить господина Жанна-Ива Ледриана, министра иностранных дел Франции. Спасибо Франции за гостеприимство, за приглашение выступить на этом форуме. И также благодарю вас, уважаемый господин посол, за то, что эта очень важная сессия состоялась. В 2005 году лишь только 2% жителей африканского континента имели доступ к интернету. Теперь 22% населения Африки имеют доступ к интернету. Сравните это с 80% показателем западного мира. Так что вы видите, что цифровой разрыв, он никуда не делся. Проблема все еще стоит очень острая, и доступ к интернету – это все еще очень серьезная проблема для Африки. Уважаемые дамы и господа, в то же время отрадно отметить то, что вот этот разрыв постепенно сокращается благодаря масштабным проектам в области строительства инструктуры интернета, которые реализуются в Африке. Это и прокладка оптоволокна, это и улучшение международных сетей, прокладка подводных кабелей. Это все значительно улучшает доступ к интернету в таких странах, как Буркина, ФАСО. Так что есть определенные положительные подвижки в этой области, есть проекты по созданию соответствующей инфраструктуры, но, тем не менее, очень много еще предстоит сделать. Африка – это континент, где интернет стоит дороже всего. Операторы мобильной связи, телефонии предлагают, разрабатывают специальные предложения для жителей африканских стран. Но предложения эти очень интересные. Почему? Потому что речь идет о доступе только к соцсетям, для молодежи. Поэтому большинство молодых людей в африканских странах, если вы спросите, что для них интернет, они скажут, что это и Фейсбук, и и Ватсап. Кроме того, из-за острова стоит проблема ненадлежащего качества контента. Президент Макрон об этом говорил. Также есть проблема недостаточного качества обучения пользователями современными технологиями. и в результате фактически получается, что зачастую люди идут в интернет лишь только, чтобы там что-то покупать. Еще одна из трудностей, с которой сталкивается – Африка. И этот вызов связан с тем, что разработчиком контента, поставщиком контента в основном являются развитые страны. А Африка лишь только это все употребляет, поскольку инновационный потенциал в Африке пока еще очень слабо развит. И ощущение причастности к этому процессу генерирования новых идей, нового контента в Африке пока налажено очень слабо. Так что, вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, очень важны. Они касаются обеспечения доступа граждан к интернету, к качественному контенту. Речь также идет о борьбе с такими негативными явлениями, как клеветничество в интернете, распространение заведомо ложной информации. В Бракуна-Фасо мы приняли меры определенные в этой области. Вы помните, что в 2014 году у нас политический режим, тогдашние правители всячески цеплялись за власть. И в сентябре 2015 года в результате в нашей стране произошло чуть-чуть ли не восстание. То есть народу все это, конечно же, надоело. И во многом в борьбе с этими правителями, которые никак не хотели уходить из власти, помогли как раз социальные сети. Вы, конечно же, знаете в то же время, что сеть интернет активно используется в Африке террористами, в особенности в регионе Сахель. Это настоящий бич для нашего континента, который ставит под угрозу наша национальная культура и демократию на нашем континенте. Так что это тоже вызов, который нам предстоит разрешить. Дамы и господа, то, что говорил президент Макрон о соцсетях, о регулировании соцсетей, вы знаете, это действительно большой вызов для любого правительства. Потому что речь идет о введении определенных ограничений, может быть, в плане доступа к интернету, его использования. Но с другой стороны, правительства должны также блести свободу слова. Так что важно здесь учитывать точку зрения наших граждан, всех заинтересованных сторон. Также важно сотрудничать с компаниями, которые работают в сфере интернета и соцсетей. И на самом деле есть еще одна серьезная проблема, связанная именно с такими компаниями. Это то, что они не несут на себе никаких налоговых обязательств, чувствуют себя очень вольготно. И недостаточный вклад делают в решение наших проблем. И все это неоднократно подчеркивалось и европейскими странами, и Рокомиссией, и ОСР. Так что мы приветствуем любые международные инициативы, касающиеся введения более справедливого режима налогообложения в отношении ГАФМ, то есть крупных компаний хай-тек, Google, Amazon и так далее. Как мы все знаем, интернет не признает границ, не признает ограничений национальных законодательств. И поэтому отсутствие международного сотрудничества или недостаточного сотрудничества ставит под угрозу наши усилия и сводит их на нет, можно даже сказать. В особенности это касается наших усилий в области налогообложения и защиты личных данных. Поэтому такой инструмент, как Будапештская конвенция, очень важен. И также конвенция МАЛАБУ, хочу отметить этот инструмент, также очень он важен. Ну и на этом, дамы и господа, господин посол, я, наверное, закончу свое выступление. Хочу еще раз поблагодарить организаторов этого мероприятия, правительства Франции, равно как и всех вас, уважаемые дамы и господа. Благодарю вас также, участников этого форума по интернет-управлению. Ну и спасибо большое за внимание. Еще раз хочу подчеркнуть то, насколько делегация Абрагина ФАСО рада иметь возможности принимать участие в форуме интернет-управления этого года. Спасибо. Большое спасибо, госпожа министр. Очень интересное выступление. Высоко оцениваем вашу точку зрения. Теперь я передаю слово господину Степану Ришару, президент компании Orange. Orange – это один из лидеров в области цифровизации, мировых лидеров. И надо сказать, что сотрудники вашей компании, ее представители всегда принимают участие в форуме по интернет-управлению, в мероприятиях, организованных по линии ИКАН также. Очень важный вклад ваша компания вносит в решение проблем, связанных с интернетом. Orange не была слишком знакома с тем, что это за проблемы. И вот интересно было бы узнать, что вы думаете о той ситуации, которая складывается сегодня. Ну, я думаю, что действительно немало сегодня трудностей, связанных с переходом на цифру, с распространением новых технологий. И, во-первых, это, конечно же, определенные политические аспекты. И, к тому же, даже список нынешних ораторов на этом форуме показывает, что проблема там, в самом деле, во многом политическая, политики очень ей интересуются. Кроме того, мы переживаем непростые времена в экономическом плане. Мировая экономика претерпевает глубинные изменения на протяжении последних 15 лет. Пять американских компаний, Гафан так называемые, фактически они в плане капитализации, их капитализация превышает всю капитализацию парижской биржи, всех предприятий на парижской бирже. И четыре крупнейших европейских оператора, то есть Orange, Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica, фактически вот их финансы в совокупности, у компании Apple столько же денег, то есть она может их всех купить просто на корню, если захочет. Кроме того, хорошо, конечно, встраивать такие дискуссии на очень серьезные темы, надо регулировать, не надо регулировать, что делать с телекомами, с интернет-компаниями, интернет-гигантами. Это все, конечно, очень хорошо, но нужно не забывать о том, что мы экономические игроки. И, кстати, я тут себя чувствую в таком, как бы сказать, одиночестве определенном. Так вот, мы экономические игроки должны учитывать экономические реалии и расклад сил на экономической арене. И это все нужно также учитывать. Вот, как я уже говорила, ведется такая очень обширная дискуссия по регулированию. И американцы не любят регулирование, на самом деле. Хотя они много что сделали в этой области, и оно работает. И китайцы, ну, вроде как им это и не нужно особо. У них система так выстроена, что вопрос вообще не встает. Так что, получается, что вот этот вопрос регулирования, он в чем-то, может быть, теоретический вопрос. И главное, то, что этот вопрос занимает лишь только Европу. Европа, европейцы в основном задумываются об этом. И настолько мне об этом задумываются, что мы полевые игроки, что называется. Начинаем думать, что единственное, что Европе удается экспортировать в плане цифровизации, это регламент, нормы. Что само по себе неплохо, но остальном-то тоже не надо забывать. Далее, нужно также помнить о соотношении между регулированием и инновациями, о связи между ними. Потому что, как только появляются какие-то инновации, тут же встает вопрос о регулировании. Это, наверное, не лучший способ, собственно, регулирования проблемы. Посмотрите, что, например, в Китае это происходит. Так что, сегодня получается так, что есть в мире 20 крупнейших цифровых платформ. И в основном это платформы азиатские и американские. Ни одной европейской и ни одной африканской. И когда я говорю об азиатских платформах, это прежде всего китайские платформы. Вот такая реальность. Куда мы направляемся? Что хочет Европа добиться в этой области через 10-20 лет? И вы знаете, меня лично этот вопрос очень занимает, как представителя компании, которая работает в этой сфере. И так же, как просто гражданина Европы. В то же время я остаюсь оптимистом. Я думаю, что цифровые технологии могут позволить сделать мир гораздо лучше, чем то, что мы имеем на сегодняшний день. Они позволят решить человечеству огромные проблемы, которые остаются без решений на протяжении практически столетий. И на многих континентах, вот в Африке, например, Ранж, например, там очень активно работает. Так вот, я думаю, что для Африки цифра может полностью вообще изменить ситуацию и значительно расширить доступ к образованию, к культуре, к здравоохранению. Есть там примеры уже того, как эти технологии действительно используются. И наглядно все это показывает, чего можно достичь за счет цифровых технологий. И сотни миллионов африканцев в результате сегодня получают доступ к фактически современной экономике, к современности, благодаря этим новым сервисам. Раньше такого не было, это беспрецедентно. Так что перед нами открывается мир новых возможностей. Я думаю, что это действительно может привести к полному изменению истории человечества. Конечно, есть определенные риски. Нужно о них говорить, это понятно. И самый серьезный риск, это, наверное, кибербезопасность. Потому что получается, что все открыто и нет границ, интернет не признает такие границы. Так что проблема, это имеет очень большой размах. Есть и другие проблемы, с которыми сталкиваются компании, граждане, своей последневной жизни, связанные с новыми технологиями. Так что вопрос здесь в чем? Как нам обеспечить адекватный уровень защиты? И как разработать такие технологии, которые обеспечат такую защиту? Компетенция нам не достает, наверное, знаний. Над этим предстоит поработать дополнительно. И все заинтересованные стороны об этом сегодня задумываются. Такие игроки, как наша компания, над этим работают. Потому что вы понимаете, что мы сами можем стать жертвой нападения хакеров тех же самых. Вы понимаете, какое количество данных у нас скапливается при работе с нашими клиентами. Так что понятно, что мы, может быть, даже в чем-то цель номер один. Одна из главных целей для киберпреступников. Так что мы должны обеспечить защиту данных. Это наша обязанность. Ну и кроме того, нам предстоит накапливать знания и распространять эти знания, передавать эту информацию, эти знания всем тем, кому они нужны. Для того, чтобы они могли защитить себя. Так что защита, борьба с киберпреступностью – это очень важный вопрос. Потому что если ничего не будет делаться в этой области, это может привести к краху всей системы фактически. При этом здесь нужно выйти за рамки логики чисто гражданской защиты. Понятно, что всех граждан так или иначе это касается. Но нам теперь нужно выйти на новый уровень и принимать такие меры защиты на глобальном уровне. И здесь как раз решающее значение приобретает наша способность сотрудничать друг с другом. И это важно еще по одной причине. Потому что киберпреступники часто избирают свою целью и государство тоже, правительство. Так что нам нужно больше сотрудничества, более эффективное управление. Но еще есть одна очень важная вещь – это реализм. Реалистично нужно смотреть на вещи. И также нужно помнить о том, что есть целый ряд интересов. У каждой страны свои интересы. К сожалению, не все сегодня являются приверженцами многосторонней системы. Последние события это наглядно показывают. Поэтому давайте будем реалистами, может быть, выбрать более скромное, менее масштабное решение, но которое принесет реальные результаты. Ну и, конечно же, защищать наши интересы нужно. И мы, европейцы, можем делать это лучше, чем кто бы то ни было еще. Потому что в Европе сегодня открытый рынок, общий рынок. Все игроки интернета об этом знают, учитывают это при разработке новых сервисов, продуктов. В то же время в Европе есть перекосы определенные. Нет, скажем так, равных правил игры у различных игроков. Вот эту проблему тоже надо решать. Ну и, конечно же, улучшать доступ к инфраструктуре, решать доступ к интернету, прежде всего в Африке. Ну вот, с точки зрения частной компании, могу сказать так, чтобы мы могли инвестировать в это больше, нужно, чтобы государства везде, в Африке, также считали нас своими партнерами, а не просто дойными коровами, которых можно доить беспрестанно, выжимать деньги из компаний. Так что мы рады инвестировать, рады участвовать в дискуссиях такого рода. Но мы считаем, что нам нужно ставить перед собой, может быть, и амбициозные цели, но быть реалистичными при этом. Спасибо. Спасибо за то, что представили вашу точку зрения. Изабель, вы представляете КНИЛ, Национальную комиссию по информатике и свободам. Вот был принятый недавно закон на европейском уровне о защите личных данных. Вы, конечно же, знаете об этом инструменте очень хорошо. Вы участвовали в разработке этого инструмента, в распространении информации о нем, о том, как он должен применяться. Вы участвовали в дискуссиях по всему миру на этот счет, принимали участие в многочисленных международных конференциях по защите личных данных. Вы слышали, конечно, о том, что президент республики отметил важное значение этого инструмента. Не могли бы вы обрисовать нам о том, каким образом стоит ситуация на сегодняшний момент в этой области, а также, может быть, и по другим вопросам выскажитесь. Большое спасибо. Добрый день всем. Я попробую ответить на ваш вопрос с точки зрения практика. И сделаю несколько замечаний, комментариев по поводу той реальности, с которой сталкиваются регуляторы. Закон о защите частных данных, личных данных. Конечно же, это хороший инструмент. Это, может быть, в чем-то ответ на те вопросы, которые стоят перед нами. Но в то же время мы видим, что международное самообщество, которое работает в цифровой области, оно расширяется постепенно. И на европейском уровне у нас есть определенные инструменты, которым... На всемирном уровне есть инструменты всемирной конференции, к которым примыкают все больше и больше стран, африканские страны. И у каждой страны, на самом деле, свое видение того, что есть. Переход на цифру. Что такое цифра? И это видение... Эти видения могут коррозально отличаться друг от друга. Но при этом, каждая из них легитимна и логична в чем-то. Так что, в чем-то эти видения могут различаться. Где-то они могут сходиться. Где-то может быть определенная конвергенция. Ну вот, перейдем к европейской позиции, РЖПД. То есть, закон о защите личных данных в интернете. Применяется с мая прошлого года. В чем здесь заключается подход, на самом деле. При разработке этого инструмента мы, прежде всего, учли то, что кризис доверия сейчас наблюдается. Тим Кук, например, на конференции Всемирной выступал и сказал, что кризис — это реалии. В чем кризис? Почему? Потому что многие граждане начинают понимать, или думать, думать, что цифровое общество, оно ничего им не даст. Что это пустышка. И вот именно поэтому Европа решила, что называется, взять инициативу на себя и разработала такие рамки или контуры для регулирования. И этот закон, он ставит как раз именно личность в центр регулирования. Цифровой сферы. Что должно позволить, как раз, должно содействовать дальнейшему развитию цифрового общества. Цели поставлены при этом амбициозные в области защиты. Но при этом мы понимаем, что никаких инноваций, никакого новаторства, никаких новых технологий не будет, если не будет доверия к этим технологиям. То есть, никакой устойчивости, никаких устойчивых инноваций не будет, если не будут соблюдаться права граждан. То есть, здесь мы опирались на определенное философское наследие, ну и также на определенную бизнес-доктрину, если хотите. Потому что вы понимаете, конечно же, что никакой экономической деятельности без доверия речи идти не может. Если потребители, инвесторы, сотрудники не хотят предоставлять свои личные данные, потому что они боятся, что их украдут, они куда-то утекут и так далее. Никакой бизнес-деятельности, никакой экономической деятельности не будет. Именно поэтому мы и задались на вероисковом уровне этим вопросом. Мы решили, что более эффективная защита личных данных – это то, на что Европе однозначно следует сделать ставку. Так что мы для себя этот вопрос решили таким образом. Насколько наш выбор, может быть, станет мировым стандартом? Не знаю, станет ли он таковым. В любом случае, мы в Европе, разрабатывая эти рамки, хотели показать, что это может быть полезно. Такой подход может принести пользу компаниям, отдельным гражданам и правительству тоже, регуляторам тоже. Это во-первых. Во-вторых, очень многие предыдущие ораторы говорили о многосторонней системе отношений, о многостороннем подходе. Мы понимаем, что переход на цифры – это глобальное явление, и все стороны, которые участвуют в этом процессе – регуляторы, гражданское общество, граждане, правительство – должны как-то сотрудничать друг с другом. Им нужен определенный шаблон или модель для этого сотрудничества. И вот мы все вместе, сообща, ищем как раз оптимальную модель такого сотрудничества. И тут вот та точка зрения, которую продвигает, которую выделила Всемирная конференция в октябре, интересная. Почему? Потому что Всемирная конференция по защите данных решила как раз применить новаторский подход. Внести свой вклад в лабораторию идеи, касающуюся того, как эффективно этим всем управлять. То есть конференция приняла дорожную карту, цель которых – структурировать работу конференции в ближайшие месяцы и сделать так, чтобы конференция как-то вносила более весовый вклад в поиск этой новой модели сотрудничества. Конференция имеет весьма открытую позицию по этому вопросу. Она готова сотрудничать со всеми странами, которые захотят примкнуть к такому сотрудничеству. И при этом конференция, и в этом заключается еще одно ее предложение, задалась вопросом, а какова оптимальная модель управления переходом на цифру на глобальном уровне? И, может быть, оптимальная модель сотрудничества и управления заключается не только в выстраивании сетей сотрудничества, но также и, может быть, какие-то другие меры принять. Например, появилась такая идея, как создание всемирного секретариата конференции и создание сети сетей сотрудничества в рамках конференции. Еще один вопрос, это мой третий комментарий, который неоднократно упоминался здесь, это искусственный интеллект. Об этом сейчас много говорят в разных странах, и многие страны имеют очень амбициозные инициативы в области искусственного интеллекта, цели ставятся амбициозные. И здесь какая опасность возникает, что все это будет очень фрагментированно и разрозненно, будет разобщенность такая. Инициатив много, каждый из них претендует на глобальное звание, так что здесь тоже есть определенная опасность. И конференция по защите личных данных тоже здесь свой вклад решила внести в этот процесс, и госпожа Азулия об этом говорила. В чем будет заключаться этот вклад? В проработке юридических и этических рамок, или контуров для искусственного интеллекта. И в октябре мы разработали платформу, инструмент, который будет определять этические принципы, которые должны будут быть взяты на вооружение правительствами всех стран мира. Речь идет не только о юридических или правовых принципах, они выходят несколько за рамки даже, чисто юридических контуров. Речь идет о принципах, которые можно будет адаптировать к реалиям разных стран мира. И тем самым эти принципы смогут эффективно сопровождать внедрение искусственного интеллекта в этих странах. Это на самом деле интересно, потому что речь идет об очень разных странах. Страны Африки, Азиатского континента, Американского континента. Подписали эти международные рамки. И эти рамки не только содержат эти шесть ключевых принципов, они также содержат призыв к созданию общих рамок управления. Так что в том, что касается пожеланий президента Макрона, касательно создания, может быть, экспертной группы, типа экспертной группы по климату, или, может быть, что-то вроде группы восьми по интернет-управлению. То есть я думаю, что это как раз созвучно тому, что делает на самом деле Международная конференция по защите данных. То есть фактически уже есть юридические контуры, этические и правовые контуры с шестью принципами, на основании которых будет строиться дальнейшая работа. Спасибо. Спасибо, Изабель. Я перейду на английский, с вашего позволения. Начальник мой отсутствует в зале, так что не будет меня критиковать за это. Воспользуйтесь случаем. Далее выступит представитель ИКАН. И вы оказываете глобальные услуги для всего интернет-сообщества. Это услуги, которые нацелены на то, чтобы, собственно, сделать так, чтобы интернет работал. То есть вы занимаетесь новыми доменными именами, новыми протоколами. Вы также день и ночь заседаете в консультативном комитете ИКАН. На мой взгляд, большинство технических вопросов, которые вы рассматриваете там, имеют огромное политическое значение в то же время. Именно поэтому вы тесно сотрудничаете и с представителями правительств ИКАН. Что вы думаете по поводу всех этих вопросов? Вот давайте возьмем хотя бы защиту данных. Я думаю, что вы много можете об этом рассказать. Хотя я понимаю, что времени, конечно же, у вас немного. Но тем не менее, какова ваша точка зрения на все эти вызовы? Прежде всего, я, конечно, прошу заранее извинения, но буду говорить на английском. Потому что в протоколе я не совсем, честно вам скажу. Наша организация объединяет представителей 170 стран. И когда мы провели совещание в Барселоне, например, недавно конференцию ИКАН, там было 500 человек. Так что наша организация, 3500 человек, прошу прощения. Так что мы налаживаем сотрудничество, конечно же, со всеми институционными сторонами с тем, чтобы обеспечить оптимальное функционирование интернета. При этом у нас нет какого-то мнения по поводу того, собственно, как должно это взаимодействие, как люди должны подсоединяться к интернету. Мы просто занимаемся доменными именами. В какой момент возможности становятся вызовами? Мы сейчас говорим очень много о последствиях интернета, о рисках, которые с ним связаны. Все, что вы делаете в интернете, письма, которые отправляете близким, деловым партнерам, все это оказывается в интернете. И очень простые технические параметры определяют эту деятельность. Когда говорим о всех негативных аспектах интернета, мы очень часто говорим о том, что, собственно говоря, является преградой в доступе к интернету. Дело в том, что когда люди связаны между собой, происходит нечто волшебное, что трудно точно сказать, но если нет возможности такой связи, то мы видим, что чего-то не хватает. Такие экосистемы постепенно формируются в рамках интернета и развиваются новые технологии от небольшого количества пользователей к миллиардам. Пользователи переходят такие системы. В конечном итоге все это имеет непосредственные последствия для того, насколько конечный потребитель может получить доступ ко всем сервисам и услугам интернета. Мой друг и коллега Эндрю, который сидит в этом зале, не даст соврать, что все мы очень прозрачно подходим к нашей работе, потому что все, кто работает над такими экосистемами интернета, должен постоянно быть подотчетным. Мы постоянно должны иметь возможность объяснить то, что мы делаем, потому что это важно в нашей работе, но при этом возникает определенное противоречие между прозрачностью и защитой личных данных. Например, я, как пользователь, часто получаю какие-то мейлы с ссылками, которые я не узнаю, и я имею возможность зайти на специальный сайт и проверить, что это за ссылка такая. Дело в том, что инфраструктура, даже, может быть, инфраструктура нельзя назвать, потому что инфраструктура – это телекоммуникация, но вот такая связь между людьми – это система, и мы должны понимать, как она работает. Инфраструктура – это очень часто говорят о негативных аспектах интернета, о хорошей или плохой информации, может быть, с учетом, конечно, всех различных мнений, с уважением ко всем мнениям. Нужно задуматься над вопросом, а можно ли действительно ограничивать доступ людей к интернету? Потому что я часто вижу людей, которые делятся информацией, я с детьми своими по интернету часто общаюсь, очень много информации мы получаем, не вся полезная, но получаем, да, я живу в Лос-Анджелесе, не самое худшее место для жизни. Ну, некоторые из моих детей жил в Европе, и я с ними поддерживаю связь через интернет. Мне не хотелось бы, чтобы какие-то проблемы с этой связью возникли. Я думаю, что к интернету надо немного более позитивно подходить. 22% жителей Африки имеют доступ к системе, частью которой я являюсь, и это прекрасно, меня это лично очень радует. Вы знаете, что регулярно телеком пригласили в ЮАР, там был крупный проект, это прекрасно для экономики, для роста ВВП. И министр, который над этим работал, объяснил мне, что доступ к информации всегда являлся доступом, являлся правом богатых людей. И если бедным людям дать доступ к информации, мы тем самым снимем один из главных барьеров, с которыми они сталкиваются. Поэтому, мне кажется, это чрезвычайно важно. Спасибо большое. Спасибо, Иван. Спасибо, Иван. Можно микрофончик передать? Я вижу руки. Прошу вас. Вы слышите меня? Спасибо за презентацию. Я бы хотел вернуться к регуляторным европейским рамкам. Хотелось бы узнать, насколько эти рамки могут выйти за пределы Европы. Мы знаем, что многие европейские компании сейчас работают за пределами Европы. В Африке, в частности, насколько эти компании будут придерживаться данных рамок. Может быть, тогда имеет смысл говорить скорее о международных рамках, нежели европейских. Изабель, пожалуйста. Ответ «Да». Сверхевропейское свойство этих рамок, несомненно, существует. Они прилагаются к международным компаниям, которые не имеют офисов в Европе, но которые работают с Европой. На них тоже распространяется европейское право. Таким образом, эти регламенты распространяются в таком двойственном направлении. Действительно, это дает своего рода международный аспект такому регламенту. Еще один вопрос, кажется, у нас был. Вот там я вижу поднятую руку. Большое спасибо. Я хочу поблагодарить участников дискуссии и задать такой вопрос в отношении уже европейского регламента. Куда идут деньги, которые собираются за счет такого налога с компаний на развитие интернета в мире? Какое воздействие для таких пользователей, как мы? То есть, куда идут деньги, которые в виде штрафов собираются? Если во Франции штрафы собираются, они поступают в казну государственную эти деньги. Казна затем распределяют на свой взгляд эти, но нет каких-то специальных линий, которые направляли бы эти деньги на специальное использование в связи с интернетом. Спасибо большое. Я вижу, что у нас кончилось время. Госпожа Ватара, может быть, вы скажете заключительное слово. Я думаю, что президент Макрон достаточно четко определил направление дальнейшей работы. Мы будем дальше стремиться к тому, чтобы все эти направления проработать. Извините, пожалуйста, у меня вопрос. Ну, хорошо, давайте еще время выделим еще на один вопрос. Извините, я постараюсь очень кратко выступить. Я хочу представиться не просто ради удовольствия, а потому, что я председательствовала конференции телекоммуникации в Маракеше в 2002 году. И одна из проблем, которые я хотела бы затронуть, связана с определенным аспектом регулирования. Речь идет о настоящей революции. Президент Макрон совершенно справедливо говорил о самых различных элементах культурных, социальных, политических, экономических и прочих этой революции. Я думаю, что нужно придумать новый способ регулирования. Телекоммуникации. Международный союз телекоммуникации – это самая старая международная организация, создана до ООН. Всегда необходимо было международное сотрудничество в этой области. И вот новый мир нуждается в новой форме международного сотрудничества. Надо ее изобрести. Вот что я хотела сказать. Да, действительно, это самая старая международная организация в 1875 году, создана здесь, в Париже, разумеется. Скажите, пожалуйста, пару слов в заключении. Трудно сказать. Заключительное слово. Действительно, интернет ставит новые проблемы в области управления. И, конечно, экономические отношения многое определяют в данном отношении. И те проблемы, которые считают перед форумом управления интернетом, чрезвычайно сложны. Очень много параметров задействованы. Очень много различных сторон замешано в этом процессе. То, что может шокировать в Европе, не обязательно шокирует в Азии или в Африке. Есть культурные различия. Очень трудно все это принять во внимание. Но я думаю, что нужно двигаться вперед, шаг за шагом в этом контексте. И Европа, я думаю, может сделать значительный вклад в этот процесс. Редко удается нам слышать, чтобы директор телекоммуникации выступал бы в пользу регулирования. Я думаю, что все мы рассматриваем европейскую директиву в этой области как очень позитивный шаг вперед. Я думаю, что директива станет международным стандартом. Сегодня через Facebook, через Google этот стандарт будет распределяться. Они уже объявили о том, что будут применять его у себя эти компании. Так что это очень позитивный шаг, который соответствует европейскому сознанию, европейской идентичности. Важно, чтобы каждый внес свой вклад в эту работу. Но я бы сказала, для меня это деятельность сродни борьбе с последствиями изменения климата. Это нужно делать, но, боже мой, как же это трудно. В кратно-срочной перспективе сложно собрать вместе всех, кто должен участвовать в этом процессе, учитывая реалии экономических взаимоотношений. Но если это трудно, значит, что не надо это делать. Спасибо, Стефан. Изабель, что вы скажете в заключение. Буквально пару слов. Я хотела бы подчеркнуть, что мы много говорили о защите личной информации. Мы говорили о киберпреступности, но не провели связи в достаточной степени между этими двумя явлениями. Первая линия защиты от киберпреступности – это защита частных данных. Потому что каждый из нас является потенциально слабым звеном. Поэтому очень важно распространить культуру защиты данных. Потому что в этом взаимосвязанном мире, в котором мы живем с вами, каждое лицо, каждая компания, каждый коллектив может стать той дверью, через которую пойдет киберпреступник. Спасибо, Изабель. Юран, вам последнее слово за вами. Давайте практически подойдем к этому вопросу. Мы говорили о киберпреступности. А кто из вас регулярно подчищает свой веб-браузер? Кто поддерживает программное обеспечение на своем компьютере в хорошем состоянии? Спасибо. Прекрасное заключение. Поаплодируем нашим гостям. А теперь я передам слово Юджин Мину. А затем к нам присоединятся участники второй дискуссионной группы. Ваше превосходительство, уважаемые коллеги, дамы и господа. От имени Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам я с удовольствием Приветствую вас здесь. Приветствую группу дискуссий на высоком уровне, посвященной интернету доверия. В 2002 году прошла всемирная встреча по вопросам персонального общества. Мы поддерживаем работу многосторонней консультационной группы. И хочу выразить мою благодарность донорам, которые поддерживают фонд, которым уже 30 лет, как управляет наш департамент. И мы рассчитываем на вашу поддержку и в дальнейшем, рассчитываем на то, чтобы вам присоединятся другие доноры. Форум управления государством уже получил всемирное признание как важнейшая платформа в этой области. Уже наладилось сотрудничество с Генеральной Ассамблеей ООН и форумом. Дамы и господа, мы видим, что чем больше различных сторон мы привлекаем к сотрудничеству, тем более эффективной становится наша работа. Генеральная Ассамблея ООН согласилась с тем, что необходимо дальнейшее развитие управления интернетом с привлечением представителей развивающихся стран. Мы с большим интересом следим за этими процессами правительственной и неправительственной организации в этом процессе должны принимать участие. Мы следим за результатами работы форума по управлению интернета. Дамы и господа, мы живем в эпоху цифровой революции. Это важнейший фактор устойчивого развития. Сейчас мы подходим к концу третьего года осуществления повестки дня до 30-го года. На следующий год программа устойчивого развития будет обсуждаться в июле на специальном форуме на Генеральной Ассамблее в сентябре. Мы об этом будем говорить. Мы сейчас стараемся сосредоточиться на инновациях для того, чтобы преодолеть разрывы, дисбалансы. Генеральный директор ООН на прошлой неделе говорил о том, что необходимо создавать платформы, где правительственные круги, частный сектор, научное сообщество смогут обсуждать насущные проблемы, искать выходы сложившихся сложных ситуаций для того, чтобы киберпространство и цифровые технологии использовались во благо. Форум по управлению интернетом является прекрасной платформой для осуществления этих целей. Мы надеемся, что дальнейшая работа в рамках этого форума будет плодотворной. И в заключение я хочу поблагодарить французское правительство и ЮНЕСКО за их сотрудничество с Департаментом экономическим и социальным вопросом. И лично от себя хочу поблагодарить французское правительство и ЮНЕСКО. И желаю 13-му форуму управления интернетом всяческих успехов. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо.